Привет, друзья! Сегодня будет прилежная тату-мастер. Задание пятницы нашего челленджа 7 дней 7 дней это ПТ, прилежная тату-мастер. И, кстати, вас поздравляю, это уже пятница, это значит, что большая часть позади, и те, кто со мной, вы молодцы, вы уже почти справились. Вообще, во время челленджа я поняла, насколько это полезно, даже в плане не того, что мы прокачиваем свой рисовательский скилл, что, конечно же, само по себе прекрасно, а то, что у нас есть конкретные дедлайны. И знаете, людям всегда легче работать и справляться с какими-то, с кем бы ни было заданиями, если у них есть конкретные рамки, особенно если они временные. Поэтому я надеюсь, этот челлендж будет для вас полезен не только с иллюстраторской точки зрения, но и с самоорганизационной. Тату-мастер. Какая она должна быть? Прилежность, в моем понимании, это всегда воротничок белый, и мне очень хотелось изобразить именно эту деталь. Конечно же, ее тело должны были украшать татуировки. Кстати, о татуировках. Вот у меня нет ни одной татуировки, но мне безумно нравится, как это выглядит на других людях. Просто вот почему-то на себе я их не вижу. Я считаю, если бьешь татуировку, то нужно уже, знаете, глобально подходить к вопросу, там, орла на всю спину. А вот эти вот маленькие сердечки, все это, мне кажется, ерунда. Надеюсь, я никого не обидела своей вкусовщиной. Рисуя тату-мастера, я хотела сделать ее в более статичной позе, но тем не менее подчеркнуть ее прилежность с таким небольшим изгибом. Я хотела, чтобы ее руки были оголены, таким образом мы сможем увидеть все ее татуировки в красе. А также добавила я ей шляпку, именно ту, которую я рисовала для первого дня, и мне она очень понравилась, и я хотела обязательно в какой-нибудь из героинь использовать этот прием. Собую гамму я просто пипеткой беру из других иллюстраций, и я ей не изменяю. Затем я приступаю к контуру и проработке деталей. Кстати, в этот раз, когда я рисую, у меня меньше слоев, я стараюсь все делать более органично, точно так же, как если бы я рисовала на простой бумаге карандашами. Также я не забываю про штриховку. Этот прием мне полюбился еще с первой иллюстрации. А когда уже общий объем у меня изображен, я приступаю к прорисовке татуировок. Этот прием я использовала еще, когда рисовала в прошлом челлендже с этого байкера. Сначала я нарисовала однотонно какие-то рисуночки, абсолютно незамысловатые, и здесь лучше не переборщить с пестростью и детализацией элементов. А затем я просто этому слою придала тип смешивания мультиплай и поставила на верхний слой. Выражение лица моей героини подчеркивает всецело ее прилежность. И она такая, знаете, портаков бить не будет. Проработав еще над деталями и объемом, могу сказать, что моя иллюстрация готова. Знакомьтесь, это моя прилежная тату-мат. Она очень скрупулезно подходит к выполнению своей работы. И, наверное, у нее большие записи. А сейчас я с удовольствием покажу ваши работы за четверг. Это у нас черничная трактористка. Открывает наш хит-парад вот эта милая малышка с красивой попкой. В этой иллюстрации мне очень понравился размер черники. А здесь понравился размер попы. Раз уж я говорю так много про размеры, посмотрите на размер этого милюсенького трактора. Темнокожая красоточка. А вот так приблизительно должна была выглядеть моя героиня, когда я о ней думала. Но, знаете, ожидание реальность. Вот еще одна дерзкая черничная трактористка. А вот такая загадочная малышка. Здесь мне очень понравились мазки на лице. Мне кажется, это очень самобытно. Классические пропорции человека, дамы и господа. Эта черничная трактористка мне показалась очень забавной. Я выражение лица такое смешное. А вот очень нежное выполнение в акварели. Мне показалось очень сказочным. Классная прорисовка и сочетание цветов в целом. А вот такая интересная интерпретация. Инопланетянская черничная трактористка, у которой в голове чернички. Симпатюлечка на крафтовой бумаге. А вот целый трактор человек постарался нарисовать. Черника вместо головы. Почему бы и нет? Маркеры и лайнер. Мне очень нравится такая простая техника исполнения. А вот более графичное решение этой темы. Черничная трактористка явно не с нашей планеты. А это героиня прямо-таки ковшом загребает чернику. Здесь мне очень понравилась стилистика. А здесь минималистичность. И почему-то мне так прям в глаз бросилась такая яркая иллюстрация. Очень современный, знаете ли, трактор. А еще я хотела показать вам две иллюстрации с забавными сисечками. Еще одна темнокожая красотка. Она, наверное, сестра моей. Классная прорисовка и техника исполнения. Еще одна акварельная иллюстрация. И мне реально приятно, что в нашем челлендже вы используете абсолютно разные техники. Этот автор меня, конечно, покоряет из иллюстрации в иллюстрации. Очень необычная интерпретация героев. Классное взаимодействие с фоном. Эта трактористка мне чем-то напоминает Халка, только фиолетового. Чередничная трактористка в пинап-стиле. Это тоже продолжает некую такую тинематику пинап. Мне об этом напоминают чулочки и туфельки. В этой иллюстрации мне запомнились фиолетовые симпатичные косички. А эта иллюстрация получилась очень динамичной и, мне кажется, самой яркой. Вы знаете, этот челлендж это что-то невероятное. Я вот пытаюсь представить, если нас взять, всех, кто рисует, и поместить в одном помещении, какое бы это было размером помещение. Был бы это кладовка или какой-то ангар, а может быть это был бы уже стадион. И мне реально очень сложно в это поверить. И я каждый раз просто радуюсь как дитя. И ваши работы, они настолько уникальны и неповторимы. Это реально очень круто, что интернет нам дает такую возможность объединиться и порисовать вместе. Я надеюсь, этот челлендж приносит вам много пользы. Ну или хотя бы чуть-чуть приносит. Сегодня я пожелаю вам упорства. Увидимся завтра, друзья. Суббота. Сочная болельщица. До встречи. Пока.